Здравствуйте, уважаемые профессионалы и любители шашечной игры. Сегодня мы с вами рассмотрим одну обалденную учебную позицию из творчества международного гроссмейстера Евгения Кондраченко, в которой встречаются сразу же пять интересных идей. Эта позиция создалась в одном из онлайн-турниров на сайте Gambler. Белыми играл Евгений Кондраченко, черными чемпион СССР. Не буду говорить, кто. Короче, играли два чемпиона. И в этой позиции у белых есть два интересных, не шаблонных хода. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти самостоятельно необычные идеи. Ну, во-первых, хочу отметить, что у черных отсутствует шашка на поле Ф8, и белые могут занять поле Ц5. Но, друзья, здесь такой план шаблонный не проходит, потому что черные могут провести комбинацию. Отдаем одну шашку, затем вторую, затем третью. Забираем четыре шашки. Ну и здесь, конечно, у белых шансов на победу нет. То есть надо ставить дамку. Ну, тогда черные готовят петлю для будущей дамки. Ну, если, допустим, белые уходят, допустим, на поле H2, тогда нападаем, надо отходить, снова нападаем. Ну, у белых здесь проблемы. Поэтому в данной позиции есть только два интересных плана. Первый план связан с ходом GF2. Необычный ход, то есть белые лишают себя опоры, сдвигают шашку с дамочного поля. Ну и здесь у черных единственная ничья. Как ни странно. То есть надо размениваться, остальные ходы проигрывают партию. Теперь белым надо ставить кол. И здесь черные проводят комбинацию, выигрывают шашку. То есть отдаем одну шашку. Ну, сюда бить бесполезно, это проигрыш. Надо бить только на E5. Теперь черные отдают вторую шашку. И выигрывают одну шашку. Но белые размениваются. И несмотря на отсутствие шашки, черным надо играть очень аккуратно для достижения ничей. Единственная ничья есть в плане, связанном с движением шашки H8. То есть, друзья, если сразу же попытаться прорваться в дамки за черных, то это приводит к поражению. Белые ставят дамку. Надо играть на поле C3. Белые нападают. Надо отходить. Белые снова нападают. Ну, и здесь такое своеобразное распутье получается. То есть, если черные ставят дамку сюда, тогда мы играем HG3 и легко побеждаем. Если черные ставят дамку сюда, тогда играем на H2 и также легко побеждаем. Поэтому в этой позиции надо играть HG7. Тогда белые играют Fe3. Ну, сейчас прорыв вообще невозможен. Черные никуда не попадут. Поэтому надо играть GF6. Теперь играем EF4. И вот здесь уже надо прорываться. Черные играют АB4. И белые ставят дамку на поле B8. Ну, и в этой позиции единственная ничья. Надо играть Bc3. Теперь белые играют дамкой на поле А7. То есть, видите, не дают хода Cd2 из-за того, что они отдадут одну дамку, одну шашку и побьют две. Поэтому приходится играть CB2. Белые тогда нападают по большой дороге. Ну, и кажется, что черным остается только сдаться. То есть, снова такое своеобразное распутье, куда они поставят дамку. Везде проигрыш. Но здесь спасает не шаблонный ход FG5. Именно FG5. HG5 проигрывал. Теперь белым приходится бить на поле F6. Черные ставят дамку на поле C1. Ну, и в этой позиции все-таки черные достигают ничьей при точной игре. То есть, в этой позиции черные играли BC3. Ну, кажется, что ход BA3 тоже ведет ничьей. На самом деле, ничего подобного. Белые неожиданно жертвуют шашку и занимают большую дорогу. И выясняется, что как ни ходи, снова возникает финал распутья. То есть, если жертвовать в эту сторону шашку, затем отдавать так шашку и пытаться прорваться, тогда занимаем большую дорогу. Ну, и бесполезно куда-то ставить дамку. Если ставим дамку по большой дороге, тогда распутье получается. Вернее, столбняк. Если ставим дамку на поле C1, тогда она тут же ловится. И белые легко побеждают. Если же черные отдают шашку таким образом и играют HG5, то снова здесь возможен финал распутья. Только с другой стороны шашка и дамка будут стоять. Играем точно на поле G7. Ну, и если сюда, то просто обрезаем черный ход по ходу в дамке. А если черные играют на F4, тогда нападаем с тылу. Надо шашку жертвовать. Ну, и снова, видите, распутье. Снова куда ни поставь дамку, везде проигрыш. Второй нешаблонный план игры связан с ходом Dc5. Именно таким образом. Ну, и у черных есть несколько вариантов ответа. Ход Dc7 уже проигрывает. HG5 ставит черных на грани поражения. К ничей ведут только ходы D5 и Fe5. Размен таким образом также проигрывает. Ну, давайте рассматривать все ходы по очерезности. То есть, если бить в эту сторону, то белые побеждают с помощью связки. Тут легкий выигрыш. Если черные бьют в эту сторону, тогда делаем тихий ход. И здесь возникает так называемый цукцванг. То есть, очередь хода черных, но им просто некуда прилично пойти. И приходится сдаться. Если играть Fe5 или De5, то здесь все заканчивается одинаково. То есть, после Fe5 нападаем. Ну, и здесь можно, кстати, пожертвовать шашку и добиться ничей. Ну, мне кажется, проще сделать ничью вот таким образом. Ну, возникает примерно равная позиция. После De5 также возможен вариант. То есть, белые здесь размениваются назад. Надо играть Fe5. Тогда белые нападают. Черным надо играть EF4. Ну, и здесь возможна ничья. Например, GH2, EF6. Напали, разменялись. Снова разменялись. Ну, и возникает также примерно равная позиция. После хода черных HG5 возможен интересный план. Нападаем. Надо закрываться. И делаем тихий ход GF2. Ну, и в этой позиции у черных все-таки есть тонкая ничья. После хода HG7. А вот ход Dc7 уже красиво проигрывает. И возникает позиция, схожая с позицией из партии Андрея Валюка и Александра Кондаурова из чемпионата СССР 1989 года. То есть, в совместном анализе Андрея Валюка, Александра Кондаурова и мастера Белиевского был найден интересный механизм для комбинации. Белые неожиданно играют Fe5. Ну, и в какую сторону не бей, везде проигрыш. То есть, если побить в эту сторону, тогда играем CB6. Мы просто бьем на поле B8. Черным остается только сдаться. Если побить на поле B6, тогда мы проходим в дамки, там легкий выигрыш. Поэтому остается бить только на поле B2. Сейчас в этой позиции самое сложное побить одну шашку. Бьем именно таким образом. Черные обязаны бить 3, шашка превращается в дамку. И теперь белые бьют таким образом, шашка превращается в дамку. И затем бьем именно на поле A5. Черные вынуждены бить. И белые завершают свой финальный удар с выигрышем. Очень красивая комбинация. Но у черных все-таки была ничья. Для этого надо было точно сыграть HG7. Теперь у белых единственный ход FG3. И черные здесь уже играют смело DC7. Белые снова играют FE5. И у черных есть 4 варианта для взятия. Можно побить на H2, на B2, на B6 и на F2. Но к ничей ведут лишь 2 из 4 вариантов. Ну, покажу интересную, наиболее интересную ничью. Наиболее сильный вариант за черных. Черные бьют таким образом. Теперь белые снова бьют назад. Но здесь уже немножко позиция другая. И все меняется. Черные бьют. Белые попадают в дамки. Бьем, допустим, на поле A5. И черные, как бы здесь ни били, партия заканчивается ничей. То есть, если черные побьют на B8, белые побьют дамкой на поле H8. Поэтому более логично побить на поле H4. Белые бьют. И черные остаются с лишней шашкой. Но все-таки здесь белые достигают ничей. То есть, нападаем по большой дороге. Черные вынуждены закрыться. Белые уходят на поле A1. И угроза ED4 неотразима. Поэтому черные обязаны отдать шашку. Ну и партия заканчивается ничей. Ну и последний неразобранный ход. DC7. Здесь он уже проигрывает. Играем GF4. Ну и у черных возможны два варианта. CB6 и Fe5. После Fe5 белые могут провести сразу две комбинации. Можете поставить видео на паузу и попытаться найти хотя бы одну комбинацию. Начинаем комбинации ходом HG5. Затем играем ED4. Ну и здесь есть два варианта. Либо играть GF2. Проводить комбинацию в стиле мастера Кукуева. Либо проводить комбинацию с помощью хода DE3. Но после DE3 еще возможны небольшие проблемы. Надо играть точно. После GF2 здесь простой выигрыш. То есть отдаем затем таким образом шашку. Затем так. Затем так. И белые совершают свой финальный удар. Шашка превращается в дамку. И затем уже бьет как дамка. И затем снимаем богатый урожай из пяти шашек соперника. Черные бьют дамкой. И белые легко выигрывают. Очень красивая комбинация. Вторая комбинация возможна после хода не GF2, а DE3. Отдаем шашки таким образом. И затем делаем тихий ход GH2. Черные обязаны бить. И белые могут побить и на B8. Но на H6 побить более интересный вариант. Здесь возможно учебная идея еще одна. Лучше всего черным разменяться вот таким образом. И здесь есть какие-то шансы на ничью. Но белые с помощью точной игры могут победить. Например, возможен такой вариант. ED2. У черных единственный ход. AB6. Теперь играем HG5. И грозим напасть на шашку черных D4 с тыла. Поэтому необходимо играть HG7. Теперь белые играют GH4. Ну и кажется, что черные добиваются ничьей. То есть играем B5. И непонятно куда ходить, чтобы выиграть. Но здесь есть финал под названием вилка. То есть белые меняются таким образом. То есть зафиксировали одну шашку черных. Ну и здесь фиксируем вторую. То есть нападаем один раз. Затем второй раз. Ну и все. И выигрываем. Вилка так называемая. Если в этой позиции черные не нападают. Играют CB6. То здесь возможны тоже интересные варианты. Белые закрываются. Ну и черным надо как-то подрывать пункт D4. Если допустим меняться таким образом. То здесь более простой выигрыш для белых. То есть после всех разменов. Как говорится, внимательно следите за руками. Белые играют FE7. Ну и несмотря на кажущуюся простоту. У белых здесь выигрыш. То есть белые следующим ходом ставят вторую дамку. Затем проводят еще либо одну, либо вторую дамку. А черные не в состоянии провести ни одну из дамок. Это легко выигранный N-шпиль за белых. Более серьезное сопротивление за черных возможно вот в таком варианте. Черные отдают две шашки. Затем бьют две. То есть провели комбинацию. Но здесь дамка черных ловится. То есть отдаем шашку именно в эту сторону. И ловим дамку черных. Вот таким образом. Черным, ну лучше всего сыграть GH6. То есть черные грозят отдать шашку. Белые побьют. И затем, видите, такие своеобразные люпки получаются. Черные пройдут дамки и достигнут ничьей. Но здесь все-таки у белых есть выигрыш. Для этого надо разменяться таким образом. Ну и несмотря на то, что у черных две лишние шашки, все-таки выигрыш белым обеспечен. То есть на любой ход черных белые грозят занять большую дорогу. И видите, шашка Е3 затем переместится на поле Ф4, будет сдерживать шашку Х6. А дамка легко справляется вот с этими тремя шашками. А7, Д6 и Х8. Поэтому единственный шанс для черных сыграть АЖ7. Не дать занять большую дорогу белым. Когда белые играют Е4. У черных остается единственный ход. СД6. Тогда белые нападают сзади. Черным надо отходить. Белые занимают большую дорогу. И как видите, друзья, куда ни ходи, черные везде проигрывают. Можете убедиться в этом самостоятельно. Не знаю, как называется этот финал, но безусловно он тоже очень красивый. Вот такая необычная учебная позиция получилась в игре двух чемпионов. Друзья, если вам понравилось данное видео, пожалуйста, поставьте большой палец вверх и подписывайтесь на канал. Пишите ваши комментарии, задавайте вопросы. Если что-либо непонятно, отвечу на все вопросы. До свидания. Увидимся на шашечных баталиях. И, друзья, давайте воевать только на шахматной доске.